Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. 1 апреля у нас в стране называют днем юмора. На западе этот день называют днем дурака. Шутки в этот день тоже отличаются. Еще со времен СССР шутки в этот день интересные, смешные, но очень добрые. У нас самое страшное, что могло ожидаться в этот день, так это снять пиджак и убедиться, что спина не выпачкана мелом. Во всем западном мире шутки гораздо злее. Неподготовленному человеку после таких шуток грозит как минимум доза успокоительного. Сегодня я расскажу о самых курьезных и широкомасштабных розыгрышах в истории Дня Дурака. Как говорят знатоки и историки Дня Дурака, никому еще не удавалось переплюнуть шутку французских солдат во время Первой мировой войны. Случилось это в День Дурака 1915 года. Французский самолет пролетел над лагерем немецких солдат и сбросил бомбу. Немцы бросились в рассыпную. Но бомба не взорвалась. Когда испуганные солдаты подошли к ней, там было написано «С первым апреля». Еще интересный случай произошел в 1933 году. Гассета Madison Capital Times торжественно объявила, что здание правительства штата Висконсин разрушено в результате серии загадочных взрывов. Их причиной будто бы стало большое количество газов, порожденных продолжительными бурными обсуждениями в Сенате штата. Сопровождающая статью фотография изображала рушащийся Капитолий. Многие читатели были введены в заблуждение, но после того, как выяснилось, что это всего лишь шутка, их возмущению не было предела. Один читатель даже написал, что розыгрыш был не только бестактным и лишенным юмора, но и отвратительным. Тем не менее, в 1985 году один журнал назвал эту мистификацию в числе лучших в истории. На данный момент это все. Следующий ролик со следующими знаменитыми розыгрышами выйдет совсем скоро. Побудьте пока на моем канале. Не расходитесь. Субтитры создавал DimaTorzok